Впервые в истории Тюмени. Сегодня в технопарке проходит форум активных граждан «Мы вместе». На события областного значения собрались представители власти, бизнеса и общественных организаций. В каких проектах нуждается регион, как получить грант на их реализацию? Эти и многие другие вопросы обсуждались в течение дня. Наша коллега Екатерина Кальченко тоже побывала на форуме. Ей слово. Вот уже как два года молодежь Тюмени развлекает детей во дворах. Проект придумала некоммерческая организация. Сюда на форум активных граждан «Мы вместе» они пришли познакомиться с теми, кто о них еще не знает, и доказать, что лето скучным не бывает. В этом сезоне по заявкам юных тюменцев капитаны посетили 40 городских дворов. Мы существуем как раз на все гранты. Мы в этом году выиграли фонд президентских грантов, мы получили деньги, и мы за счет этого реализуем свой проект. Как раз по этому поводу образовался целый форум. Власть, бизнес и общественные организации собрались, чтобы обсудить пути дальнейшего развития. Какой проект необходим региону, как получить грант на реализацию и добиться результата? Об этом говорили федеральные спикеры. К слову, учить тюменцев не приходится. Региону есть чем гордиться. У тюменской области действительно очень хорошие показатели участия в конкурсе. Сектор очень активный и очень профессиональный. Вот смотрите, в прошлом году в конкурсе президентских грантов участвовало порядка 260 организаций. До конкурса было допущено 229. Из них 60 победило. Это больше, чем каждый четвертый. Четыре общественных организации тюменской области вошли в реестр Минюста России, как исполнители общественно полезных услуг. Кстати, регламент качества работы российских НКО разрабатывался в нашем регионе. В Тюменской области очень хорошо развивается, как я уже говорила, инфраструктура поддержки. Здесь есть целый ряд ресурсных центров и для молодежи, и для некоммерческих организаций, где можно получить консультационную поддержку, методическую поддержку, провести какие-то свои мероприятия. В Тюменской области действует более 2000 некоммерческих организаций. 600 из них социально ориентированные. Спортивные и семейные проекты помогут решить одну из задач – предупредить негативные явления среди молодежи. Обезопасить, предоставить альтернативу, предоставить другую возможность вовлечь в иной формат, обратить внимание и зарабатывать баллы, лайки, все-таки на позитиве, на том, что вовлечь в какую-то волонтерскую деятельность. Лучшие практики, которые представили тюменцы, на форуме «Мы вместе» войдут в сборник. Его разместят на порталах государственной власти. Для других общественников он послужит примером. А форум активных граждан планируют проводить каждые три года. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко. Тюменское время. Говорить об итогах форума еще рано, говорят организаторы. Но роль некоммерческих организаций в масштабах и нашей области, и всей страны уже понятна. Социальные предприниматели имеют авторитет среди населения и могут усилить реализацию нацпроектов. Например, в последнее время в регионе появилось много спортивных движений. Ну, например, если мы будем очень долго и много говорить о здоровом образе жизни, и очень многое для этого не сделаем, а население этим не проникнется и не начнет здорово жить, то, в принципе, это будет все в пустоту. А именно общественные организации, именно социально ориентированные некоммерческие организации могут нам в этом помочь.